Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Снова мы делаем обращение. Я Джек Суголов Азиз, являюсь инвалидом войны в Афганистане. Инвалидность я получил, когда находился там. О чем мы хотим сегодня сказать? О том, что нас незаконно, когда мы работали в УПП КОС, нас незаконно сократили. Мы сколько раз не обращались бы в суды, все эти суды решались в пользу руководству КОС, также по выселению, по восстановлению. Все это решалось в пользу руководства КОС, а именно, всегда принимали сторону, как бы сказать, олигарха Наврузбаева, так как уже сколько, четыре года мы судимся, и все решения, судьи все решения выносят в пользу него, так как он является не руководителем, можно сказать, олигархом. Он не производственник, он бизнесмен, а что ему делать в нашей структуре? Также все суды, как бы мы не подавали бы их, все факты, были у нас на руках, все факты. Но суды вы знаете же, кто платит, тот и заказывает музыку. Так что все суды у нас продажные, ни одного честного судей нет у нас в Казахстане. И вот уже скоро у нас намечается суд еще один, 18 марта, по Министерству юстиции. Об этом сейчас расскажет. Вот Кульшахар. Уважаемый народ, 18 марта у меня суд состоится. Я подала на юстицию суд, так как он, Алмата Сабиджанова, олигарха, зарегистрировал незаконно. Во-первых, он имеет огромный долг государства. 134 миллиона 280 с лишним тысяч тенге. И с этим, с этими долгами юстиция министерства регистрировать незаконно. И я уже сколько раз подала, уже первую инстанцию я проиграла, так как... Какая я проигрывала? Я там не проигрывала. Там даже мотивации нету. Даже не указано, за что меня должны были сделать, что я там проигрываю суд. Еще он выбран только пленумом. Съездом он не выбран. И его, опять-таки, юстиция, опять-таки, незаконно регистрировать. Потому что у нас суды, вы понимаете, все в коррупции состоит. Системная коррупция. Системная коррупция. Правильно говорит. Коррупированные все. Вся наша страна такая же. Отверг от донизу. Еще хочу немного добавить то, что, как бы мы ни подавали бы в суды, все эти дела в Нур-Султане почему-то попадают именно судьям. Это Ерма Гамбетова и Баталова, которые всегда выносят решение в пользу олигарха Наур-Сбаева. И всегда он выигрыши. А простой народ, у которого, извините, ветер гуляет в кармане, он никогда в нашей стране в суды не выиграет. Решает все толстый кошелек. Вот такая у нас судебная система в нашей республике Казахстан. Хотя, как говорил наш гарант нашей Конституции президент Касамжамат Кемилович, у нас социально-правовое государство. Я в этом не вижу никаких прав, которые бы сохраняли бы права инвалидов. Они везде и всегда нарушаются. Мы будем обращаться в Европарламент. И я думаю, что Европарламент примет нас, так как мы инвалиды ничем, никем не защищенные. Мы на одной нищенской пособии на 65 тысяч живем. Очень трудно. Инвалиды, не спите, проснитесь. Я уже слышала, как выступил Руслан и Жак Сугул. Вот трое ребят выступили. Это все верно, они правда сказали, что коррупированная страна. У нас в косе денег достаточно. Только эти деньги пользуются олигархами. Еще хочу добавить еще то, чтобы Европарламент принял резолюции или санкции против министра юстиции Марата Бекетаева. Так как он, являясь министром юстиции, сам же или его подчиненный все нарушают вот эти права по регистрации. И председателю Верховного суда Осанова тоже надо принять, чтобы все, считай, их не тоже закрыли, и санкцию большую принять. Потому что они пользуются нашими деньгами, которые должны инвалиды пользоваться. Спасибо за внимание. Мы заканчиваем этот эфир. Думаю, что все будете отзываться. Инвалиды, не спите.